Всем приветик, всем доброе утро! Я кое-как себя одела, потому что я на самом деле вообще только глаза открыла. Думаю, пойду, наверное, вот такая вот красавица с собаками погуляю. Наполовину в пижаме, наполовину в одежде, наполовину в чём-то. Потому что этот уже мягчит, масики уже собраны. Шантюська там обиженная. Шанти! 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 Пошли гулять, не обижайся! Сегодня у нас восьмое, и сегодня у нас воскресенье. Представляете, я только с утра поняла, что завтра уже школа. И вы знаете, вот иногда есть выходные какие-то, а я их никогда не ощущаю. Реально никогда не ощущаю этих выходных. У меня просто каждый день какой-то день без выходного. Я так хочу выходной. Я вот просто хочу выходной. Как у людей. Какие у людей бывают выходные? Я не знаю, у меня никогда не было выходного. Я хочу просто выходной. Такой, чтобы расслабиться. Такой, чтобы... Не знаю. Может, у людей вообще выходных не бывает? Есть просто какое-то слово, о котором мы не знаем? Как вы проводите свои выходные? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А я пока пошла на холодную, противную улицу. Я тут опять обогреваю квартиру. Потому что с утра реально просыпаешься, и ты как будто на улице проснулся. Такой дубак стоит в квартире. Трэш и ужас. Но я где-то до часов 12 прогреваю квартиру. Потом немножко ее проветриваю все-таки от газа. И как-то так и сухо, и свежо, и тепло. Сейчас хочу проверить один лайфхак, который я увидела только что. Да, в телеграм-канале. Нужен для этого стакан воды. У меня стакан воды уже есть. Правда, нет прозрачного. Но я надеюсь, так тоже будет все видно. И нужны для этого две батарейки. Батарейки у меня как раз есть целые. Вернее, новые. Совсем еще не использованные. Надеюсь, у меня получится. И он реально сработает. Что для этого надо? Вот черт. Там кто-то идет. Алло. Кира с утра уже мешает. Мешает производить лайфхаки. Ну, Шанти, как всегда, она не может не гавкать. Ей обязательно нужно гавкать. Боже мой, какая у меня дверь грязная. Не смотрите на нее. Да-да-да. Это собаки, когда приходят домой. Они сразу же своими лапами дверь открывают. Ее всегда нужно мыть. Вот зачем-то я ее сделала белым цветом. Нужно было, скорее всего, эту сторону сделать черным. Но я ее сделала белым. Ну, специально для того, чтобы убирать как можно чаще. Ты, Руська, одна ты не гавкаешь, да? Говоришь, зачем гавкать? Зачем голос срывать? Она очень... Она зависла. У нее такой есть прикол. Она зависает. Она даже не слышит сейчас. Тера. Терочка. Ты, Руся. Лапуся. Пирожочек маленький. Ангелочек сладенький. Привет, Солнце. Привет. А что такая? Все нормально? Да. Что-то ты сегодня раненько пришла домой. Я уже пошла вот здесь. Ух ты, пух ты, ничего себе. Я просто спит и не хочу отставать. А, так ты решила уйти. Правильно сделала. Я хочу сейчас тебе кое-что интересное показать. Я как раз начала этим делом заниматься. И ты мне позвонила. Пошли посмотрим? Да, еще секундочку. Так, давай сначала проэкспериментируем. А потом будешь пить. Ну, Шакира хотела уже мою воду выпить. Бери две батарейки. Плюс-минус. Ну? А теперь... Плюс-минус. А теперь вот так вот их подставь. Хочешь, чтобы меня только он шиндарахнет? Нет, только мне шиндарахнет. Что, не получается? Не выходит. Может, стакан какой-то неправильный? А что было? А должно быть... Вода должна крутиться. Может, стакан толстый? Не, ничего не происходит? Не, ну, должно быть на плюс-минус. Но. На плюс-минус, да. Не получается. А давай сейчас возьмем другой стакан. Может, пока попить с него. А ну, давай вот этот попробуем. Перелезь сюда чуть-чуть воды. Может быть, слишком толстые. Не-не-не, больше воды. Полный стакан. Вот. Или батарейки слабые, или все-таки оно не получается. Оно, держи, держи. Может, надо подольше держать? Ну, ничего не выходит, да? Это новое? Да, батарейки новичненькие. Может, слабые? Я только что увидела такой лайфхак. Думаю, проверю. И ничего не получается. Печально. И там, типа, вода должна вот так вот крутиться, бурлить прям сильно-сильно. А ну, возьми на плюс-плюс. Ничего. Странненько. Что бы это могло значить? Слабенькие батарейки? Или что-то не то со стаканом? Ничего не выходит. Ну, да ладно. Не выходит, значит, не выходит. Можешь пить воду. Как вы спали? Нормально, я вообще рано вырвелась. Серьезно? Угу. Кушать хочешь? Что? Могу тебе сделать картошечку с котлеткой. Могу вермишельку. С моей любимой котлеткой. Да. Да. Точно? Картошечку или вермишельку? А что уже готовое? Да все готово. И картошку, и... Да. Ну, вот могу прям, смотри, так, хопа, поставить ее вермишель. Хопа. Давай, давай картошку. Ха, блин. Нет, оставай картошку. Хорошо. Добренько. Так, обидненько, что не получилось, но буду теперь кормить ребенка. Ты в душ? Ну, ты потрогай, потрогай. Так, может, сначала покушаешь, а потом в душ? Так, я не могу, как нет, и сделаешь. Так она уже готова. Да? Да, там одна котлетка, тебе не хватит? Хватит. Ну, так, все, тогда можешь просто раздеться, а я тебя накормлю, а потом пойдешь в душ. Ой, что же вы думали? Что вы думали, я оставлю дверь такой? Нет. Уйдите, это не для вас. Я сейчас буду ее пытаться отмыть. Вы мне дверь испортили, а мне теперь ее надо отмывать. С моими лапками чистыми. Вот это я, конечно, загруппила, сделав белую дверь. С животными делать вещей нельзя иметь. Потому что они все пачкают. Они просто заходят и дверь руками, ну да, своими руками открывают. Такими, какие у них есть руки. Ну, ничего, мы сейчас ее немножко в порядок приведем. А еще дети, конечно же. Ну, в общем, все как всегда. Никогда не делайте белую дверь. Это плохо. А еще, ребята, знаете что? Я, короче, что-то не знаю что, но я как-то впадаю в депрессию. В какую-то жесткую депрессию я впадаю. У меня в последнее время постоянно мне снится смерть. Мне просто постоянно снится смерть. Мне постоянно снится, что кто-то умирает из моей семьи. Причем не мама, там брат, бабушка. Нет, а кто-то вот из нас. То собаки, то я, то Кира, то бомбежка. То мы остаемся без дома. И, короче, вот это вот все, оно меня так сильно нагнетает. Плюс последние события, которые происходят сейчас в мире. Я просто не могу. Я сижу на этих новостях. У меня крыша едет. У меня просто едет крыша. Я не знаю, как... Как себя взять в руки. Реально не знаю, как себя взять в руки. Что-то оно все очень тяжело. Думаю, что, наверное, надо... Надо себя брать и идти к психологу. Потому что дела хорошо не будут. Реально едет крыша. Все. Даже говорить не могу. Отмыла. Более-менее отмыла. Теперь можно все это вещать назад. Всю эту красоту, которая, в принципе, здесь не должна быть. Но ее больше некуда положить. Мне вообще, когда на этом пуфике что-то лежит, мне это очень сильно не нравится. Так. И надо немножко проветрить теперь квартиру. Потому что я уже начинаю чувствовать, что я задыхаюсь. Все. И вот так вот происходит. Сначала нагреваю. Потом проветриваю. Потом снова нагреваю. А потом ложимся спать с открытыми окнами. Потому что я спать в духоте не могу. И утром я просыпаюсь в ледяной квартире. Вот так бывает. Разложила уже чистые костюмы. Теперь у меня дилемма. Где найти для них место, чтобы сложить? Они настолько гигантские. Они настолько огромные, что у меня просто нету места. Короче, я сейчас буду шевелить мозгами, чтобы куда-то можно было это все спрятать. Чтобы оно лежало и ждало того момента, когда их можно одеть. А еще я вспомнила, что у меня есть безумно классные и теплые спортивные штаны. Да вот сейчас хочу Кире предложить. Если захочет, пусть она их одевает. Они очень теплые и очень прикольные. Если захочет, пусть. Бере и носы. Я кто кажет. Вот здесь вот все давит. Честно вам скажу. Реально вот так вот просто все давит. И хочется плакать. Вот просто слезы на глаза наворачиваются. Дышать тяжело. Вот ты не можешь сделать полной грудью вдох. Потому что все сдавливается. Какая-то херня творится. Может, это, конечно, в связи с женскими днями у меня такая депрессуха началась. Но как-то все это со вчерашнего дня. Эти новости, новости, новости. Украина, Израиль, Израиль, Украина. Украина, Израиль, Израиль, Украина. И все. И крыша поехала. Ждала полчаса, пока Кира оденется. Чтобы сказать ей. Не хочешь вот эти штаны? Одевать уже. Они тепленькие, классные. Не хочу. Так можешь. А что ты мне не ходишь? Ну, потому что я вообще пока еще не хожу. А ты все равно на улице проводишь 8-10 часов. А я провожу на улице 2-3 часа. Мне кажется, тебе будет намного комфортней. А ты на меня смотришь, чтобы я выключила камеру? Да. Ладно. Ну, это просто какой-то, я не знаю. Ну, у тебя, Кира, прикол? Не закрывать шкаф? Я лето хочу. Я сейчас смотрю на себя. Я хочу лето. Ну, вот посмотрите, как классно. Встал и пошел на улицу. А мне сейчас нужно идти за сахаром. И это ж надо одеться. Миллион вещей на себя. Смотри. Нормально с этим ходить? Да. Но ты же все равно курточку будешь одевать. Да. Только немножечко. Но подрезать не будем. Можешь их под это, как ты в прошлый раз делала, подверни. Немножечко. Подверни пояс. Я просто могу это сделать. И все, и будет нормально. Под черную куртку будет вообще шикарно. И тебе будет очень, очень тепло. Только тогда тебе реглан не нужно одевать, если ты куртку черную одеваешь. Ну, мне кажется, жарко будет. Так, когда я растеркнуто хожу. Мне кажется, все равно жарко будет. Можно просто какую-то кофточку с длинным рукавом одеть. И куртку сверху. Кофточку по типу, как у тебя черная, только там у тебя еще где-то должна быть такая в рубчик с длинным рукавом просто. Какой рубчик? Господи, Кира. Ну, серьезно. Ну, вот серьезно. Ну, вот честно тебе скажу. Такая, как у тебя коротенькая в рубчик. Ты не знаешь, что такое рубчик? Я не понимаю, что ты какую-то вещь говоришь. Вот такая только с длинным. Черная водолазка? Нет, вот такого же цвета у тебя есть только с длинным рукавом. Точно такая же. Нет, нет. А где она? Еще в 2019 году мы выкинули. Мам, ты что, прикол тянешь? Ты серьезно? Да. Вообще? Мне казалось, что она есть. Да, я кофту не нашла, значит, мы ее все-таки выкинули. А зачем мы ее выкинули? Но мне казалось, что мы ее не выбрасывали. Зачем? Богатые были, да, наверное, независимые, наверное, короче, надо научиться уже вещи не выбрасывать, да. Потому что когда-то они, вот знаете, у меня такое бывает, что я вещи не выбрасываю, не выбрасываю, потом я ими никогда не пользуюсь. Только я ее выброшу, она обязательно нужна. У кого так же, напишите, пожалуйста. А я пока развешиваю стирку. Все, Кирюшка, я тебя оставляю, я ушла. Иди. А ты куда-то тоже уходишь? Ну да, собираюсь. С мокрой головой, пожалуйста, не идите. У тебя голова мокрая. С мокрой головой. Но она же мокрая у тебя. Ну, так я аж не выхожу сейчас. А, все, хорошо. Короче, я все. Я пришла. Треба сахара. Хороший снять. А вот эта кофточка с месяцем. С каким месяцем? С луной. Такая коротенькая кофточка. Где-то там должна быть. Можешь найти, потому что я еще тут все переролю, и ты опять будешь кричать. А ты, по-моему, мне говорила, что ее выбросить. Я тебе даже видео покажу. Ты кричала, она мне не нужна, выкинь ее. Я тебя спрашивала, точно? Ты прикалываешься, я в ней позавчера гуляла. Вот, значит, я ее не выбросила. А в стирке нет ее? Я не знаю. Ну, посмотри в стиральной машине. Может быть, она в стирке лежит? Ну, я только что тут все пересмотрела. Тут вроде бы нет. О, боже мой, эти вещи, вечно надо искать. Стирки? Слава богу. Не, там еще ничего не стиралось. У меня стирального порошка нет. Стиральный порошок тоже. Оно лежало в ванне, ты его перебросила туда. И, короче, оно все... Я поняла. Не важно. Все, зайка, я утепала. Мне еще нужно... Что мне еще нужно? Мне еще нужно деньги снять, Кирина, забы, потому что 11 число уже совсем-совсем рядышком. Корма собакам купить, потому что у них просто пустая миска. Не миска, а контейнер с кормом, стиральный порошок и сахар. И главное в этой всей истории ничего не забыть. У меня состояние такое, что мне даже идти сложно. Я иду, меня вот так вот все трусит. Наверное, надо, знаете, что сделать? Прийти домой, выпить таблеточку успокаивающую. Мне кажется, без нее меня не попустят. Одно радует, что... Ого, какой ветер! Ничего себе! Одно радует, что на улице солнышко. Так, мне, наверное, сначала туда. А потом уже по тропе возврата домой я все куплю, все сделаю. Я, кто скажет, первым делом, первым делом самолеты. Ну, а девочки, а девочки потом. Поэтому мы сначала за самолетами, потом за девочками. Хочу себя немножко развеять. И вот нашла вот такой вот кушон от Биаквы. Хочу попробовать купить. Он там какой-то должен быть красивенький и нереальненький. Еще мне нужен стиральный порошок. Вот такой вот. Боже, на улице такой ветер. Это кошмар какой-то. Ну, я такая довольна. Мне еще в подарок дали масочку. Так приятно. В чем себе настроение, блин? Какой-то бесполезной покупкой. Но зато легче стало на душе. Что ты гавкаешь на меня? Рыжая? Кира? Что такое неэкономия? Боже мой! Очуметь! А ну покажись! Клево! Очень класс! Какая прелесть! Супер! Ой, ну Кирюха себе очень красиво сделала. Просто вообще нереально. И я себе немножко настроение подняла тем, что я себе купила корм собачий. Да, очень важная вещь. Теперь они не будут вечером голодные. Кирина утро купила пирожочки с улугуни, потому что она завтра в школу идет. И чтобы я с утра не... в 6 часов утра не вставала, я ей взяла вот эти вот булочки. Пусть у нее будут. Чёрный хлеб украинский. Отойди, пожалуйста, ты мне достаточно сильно мешаешь. Ну, уйди, пожалуйста, Снежок. Ну, уйди, пожалуйста. Давай, уходи. Тебе ничего не взялось, Снежок? Сахар. Зачем шла, то и купила. Заметьте. Молоко. Стиральный порошок. Да, я именно за ним шла, и поэтому я это все купила. Что еще? И, конечно же, па-па-па-пам! Я получила в подарок шикарную маску. От, не знаю чего, One Spring. Положенную в холодильник. Ой, сегодня мы ее используем. У меня масла нету, чёрт. Ну, ладно, масло я потом куплю. И взяла себе вот такой вот кушон от БиАква. Понятен мое, что все-таки, но мне очень понравилось. А еще у меня была скидка сумасшедшая. И я, получается, стиральный порошок и кушон купила всего лишь за 200 гривен. Хотя кушон, по-моему, стоил, если я не ошибаюсь. Вы по ценнику вроде видели 214, и стиральный порошок 66 гривен. Но с моими накопленными бонусами получилось всего лишь 200. Да, поэтому это вообще... Еще и масочку в подарок бесплатно. Я, в общем, очень даже классно все купила. Давайте смотреть, что это такое за красота. Кирюх, ты не хочешь посмотреть? Не, я уже хочу. А, зря. Боже! Боже, ребята! Это что-то невероятное. Обалдеть! Вы только посмотрите на эту красоту. Это такая же штука, похожая на мое масло. Скорее всего, это одной и той же серии для волос. Вы только посмотрите, какая красивая бутылочка. А! Шик-шик и дым. Открывается она, я понимаю, вот так. Ба-ба-ба-бам! Тут даже зеркало есть. А-ч-у-меть! И здесь открывается вот так вот. А-ч-у-меть! Я буду это слово говорить долго. И потом еще это все вот так вот делается. Сейчас проверим, кстати, как оно по... Он должен подстраиваться под тон кожи. Пахнет очень интересно. Никак все тональные средства абсолютно не так. Какой-то такой интересный у него запах. То ли какими-то травами. Но это еще не все. Тут же, по идее, еще в этом конструкторе должен быть сам кушон. И я почему-то думаю, что он где-то здесь находится. Правильно, я думала. Смотрите, какая прелесть! Какая прелесть! Ваша заливная рыба! Давайте его намочим. Его же точно нужно намочить. Намочили. Он стал, смотрите, какой пышечка. Пышечка-пышечка! А теперь давайте проверим, как это будет красиво. Отлично! Отлично! Смотрите! Значит, делаем так. Пам-бам! Опачки! Красота какая! Какая красота! Боже мой, настроение сразу же поднялось. А-бам! Деть! Слушайте, ну он очень-очень нежный. Действительно подстраивается под тон кожи. Приятный у него аромат. И вроде бы даже то, что нужно по цвету. Круто! Вообще, Кира, ты видела эту магию? Посмотри! Супер! Смотри! Супер! Идеально! Очень красиво! Мама, а может я белую струнку возьму? Или с этой мамой? Что она от меня хочет? Попробуй белую. Белая, наверное, будет лучше даже. Тут такое все светленькое. Просто под эти штаны классно будет белая. В самом низу. Давай, подержи. Давай! Уж так и быть я потом. Вот так вот с ней ходить буду? Да! Да! Только не вот так вот, не вот так вот. Понял? Не вот так вот, а вот так с ней ходить. Да! Хорошо! Боже, ну какая-то сегодня интересная. Так тоже хорошо. Так тоже хорошо. Супер! А ты хочешь спрятать ремешочки? Да. Просто туда засунь их в сумку. Я думаю, что у меня там будет место. Кирюха, ну ты даешь со своими сумками, ты, наверное, никогда не сможешь нормально определиться по сумкам по своим, чтобы у тебя все помещалось. Хочешь, можешь бананку взять? Нет, не хочу. Ну ладно, как хочешь. Туда помещается все. Правда, Бусики? Скажите, туда вообще все помещается. Не, ну с вами еще рано идти гулять, малыши Карандаши, только 15.05. Вы гуляли. Я знаю, что вы немножко голодные, но я вас накормлю уже вечером, потому что я им с утра дала вообще чуть-чуть корма. Ну, диета никогда никому не вредила. Вот это вот вообще на 100%. И шкаф. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Что это такое? Это провод, который ты брала когда-то для Каролины. Угу. Понял. О, видишь, как я все помню. Я сейчас умру от жары. Все. Пока. Ты уроки проверила? Да. Пока, солнце. Ну и, конечно же, и, конечно же, ко всему, к этому я сняла деньги, чтобы Кире зубы... Чтобы рассчитаться за зубы. Прощайте, денюжки мои. С вами было очень хорошо. Да. Блин, реально, ребята, это чтобы снять... Это чтобы снять... Понимаете? Кире брекеты. Я просто в шоке. Но не об этом. Это, конечно, все хорошо. Брекеты мы снимем. Я хочу все-таки что-то намазать себе на лице. Ну вот хочется мне, понимаете? Вот так вот взять. Опа. 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 И сделать такое. О, тут еще зеркальце есть. Кстати, даже с пленочкой. Вы понимаете? О-о-о-о. Пленочку сняли. Вот он так кажется очень светлый. Мне интересно, как он будет подстраиваться под кожу. Потому что на данный момент он реально очень светлый. То есть я пользуюсь достаточно темнее тональными. Средствами, кушонами, бибикремами. Но он, по идее, должен подстроиться. Так написано в Instruction. Подстраиваемся под цвет кожи. Проверим. Тушуется хорошо. Мне нужно было чем-то себя развеять, ребята. Вот нужно было чем-то себя развеять. Если сюда добавить еще румян побольше, то мне кажется, будет вообще все супер. Но конструкция нереальная. Такая просто... Ой. Такая просто стильная, классная, красивая, шикарная. Вот так. Так что я вот им сейчас нанесла его на кожу. Ну, я скажу так. Он прикольный. Но он не сильно матирует то, что я очень люблю. Я не люблю, когда очень плотный тональный крем. Я люблю, чтобы он был такой, как бибишечка. Легкий-легкий. Потому что я большой тон не сильно уважаю на лице. А вот когда такое легкое, то очень даже классно. Мне нравится. Завтра попробую без всяких других тональных средств, которые я использую. Чисто уже на очищенное лицо. Тогда, мне кажется, результат увижу намного лучше. Потому что я же сейчас пользуюсь вот этим вот. Вот этим вот. Но это вообще мой фаворит. Это просто супер вещь, которую я обожаю. И она у меня заканчивается. И я нигде не могу найти. Вот. Поэтому взяла вот такое вот. Попробовать на пробу. Смотрится очень стилёво. Просто, знаете, как даже для стиля. Хотя бы для стиля себе купила какую-то штучку. Не, ну прикольная, прикольная. Мне нравится. Классно. Хорошо легло. Очень. Настроение мне немножко подняло. А теперь я пошла стирать. Потому что я купила стиральный порошок. Мамина, солнышко пришло. И с собою привело. Как тебе её прическа? Прикольная. Классная, да? Да. Как? Ну да. Ксюш, Ксюш, Ксюша, юпочка из плюша. Ксюш, Ксюш, Ксюш. Ксюш, Ксюш, Ксюш. Холодно на улице? Да, холодно. Блин, жесть. Я не знаю, мне сейчас идти с собаками гулять. Я так не хочу. Это просто трошняк какой-то. Вчера было намного теплее. Вчера утром вот так вот было, как сейчас вечером. А вечером стало тепло. А сейчас под вечер вообще просто добычело. Ну если бы... Я вообще к Дарине выходила там сейчас ночью. Она только домой, а воды ей уже нести не уйти. Я их не вышла в худоке. Да я сама пыталась наращивание сделать. Ну ничего, нормально. Только что-то у тебя разные с цвета там? Это сам гель. Цвета такого. Гель или... А, это ты гелем наращивала? Нормально получилось у тебя. Короче, сейчас ночью выхожу. Ну, я вышла в когти. Просто нормально было. Ну а ты под утро начала так холодать. Просто ветер ужасно сильный. Такой просто жуткий. Жутейший. А вы сами гуляете или с охраной? Охраной. Большая охрана. Большая? Да. Высокая и сильная? Да. Ясно. Кира? Да. У тебя охрана есть? Какая? Не знаю. Высокая, сильная? Шо? Копшо. Говорю, охрана есть у тебя там? Да. Это хорошо. А мелких нету? Есть. И мелкие есть? Нет. А борзых? Конечно. Чё? Борзый. Борзый? Отличная. Да. Ах, господи, господи. Ну что, она мне откидывается? Всё-таки. Ничего. За тобой слежу. Скрытая камера. Понятно. Да. Тебе не холодно? Нет. Ну, наверное, потому что штаны тёплые. Да хватит уже душиться, а то скоро от тебя все поразбегаются. Пусть поразбегаются. Я им не мешаю. Отличаю. А у тебя что, и сзади какая-то косичка? Какая косичка? Вот. Это Кира. А, это спереди вылезло. Господи, я думала, ты сделала себе три. Всё. Еди на рожек. Пока. 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 Ой, Кир, кстати, а ты не хочешь зайти в простор-магазин? Ладно. Стой, а можешь дать провод? А где твой провод? И другой пауэрбанк. А где твой провод? А я не заряжала пауэрбанки. Я душка. Сейчас проверим. А где провод, который ты брала? Я убегу вас забыла. Ну, так что надо сделать? Я не хочу, дай пока что-то вбой. Опять начинается. Все провода и все пауэрбанки. Ой-ой-ой. Всё. Боже, а руки ледяные. Ушла. А у неё типа провод. Она с ним в ладненько, короче, лежала. Боже, ты в провод влюбилась, солнышко. Давай. Надо все пауэрбанки поставить на зарядку. Потому что так нельзя, чтобы они были не заряжены. А, у меня один заряжён. Что-то я углубила. Второй тоже заряжён. Короче, всё заряжено. Но надо, чтобы были заряжены вообще все. Ситуэйшн может быть разный. Поэтому лучше, как кто кажет, перестраховаться. That's all. Всё. Так, что я ещё хотела? Что я ещё хотела? Я чаю хочу. Блин, реально надо идти на улицу. А я не знаю, но там так холодно. Это просто холодно. Я сегодня одену, наверное, на вечер тупо тёплую куртку. Бо я манала мёрзнуть. Я не хочу мёрзнуть. Я лучше буду... Лучше мне будет жарко, чем мне будет холодно. Я не знаю, насколько я утеплилась. Но тёплую свою кофточку я одела. И я надеюсь, я не замёрзну. Потому что я думала одеть чёрную смехом. Но в этой кофте я в чёрную смехом просто не влажу. Понимаете? Она узенькая. И я в неё просто физически не влажу. Я вот это вот... Оделась так. Хотя, может, попробовать всё-таки померить. Но мне кажется, я не влезу. Там очень она узенькая. И я совсем буду, наверное, как... Кто? Как Халк. Как Халк. Как наш Сашка с телеграм-канала. Олександр, тебе привет. Я влезла. Даже застегнуться могу. Ну, как бы тут, конечно, всё очень печально. Но главное что? Главное, что тепло. Мне кажется, просто в этой курточке намного теплее. Так. Теперь Бунанка. И ещё главное, что здесь есть капюшон. Потому что ветер сегодня просто летейший страшный. Ну и, в общем, где-то так это выглядит. Пофиг. Один готов. Второй готов. Третий готов. Четвёртый готов. Пятый уже убирает. Let's go! Я уже выгулила собак. Снова переоделась. Ну, потому что в этой курточке всё-таки комфортнее. Там зажимает меня безумно сильно. Иду снегу за кормом. Меня спрашивали, почему ты снегу не покупаешь вкусняшки? Мокрый корм для него это целая вкусняшка. И я её покупаю каждый раз и каждый день. Мявкаешь! Я тебе купила вот такую консерву. Только попробуй не съесть. Сейчас проверим, будет кушать или не будет. Потому что у меня кот ещё тот проказник. Он может и не есть то, что я ему сейчас выдам. Я вам честно скажу. Ну, на. Это какая-то новая консерва. Гурмей. С лососем и курицей. Ну, вроде кушает. Нормально. А эти за мной бегают, бегают и хотят, чтобы я им тоже что-то дала. Но я их уже накормила. Короче, кроме того, что я купила снегу корм, я ещё купила... У нас закончились вот эти штучки. Я вспомнила. И вспомнила, что умывалки у нас нет. И взяла в этот раз такую умывалку новую от L'Eurene с розой. У меня есть крем с розой. Ну, на основе розы. Он просто обалденный. Мне очень нравится. Но мне его мама привозила с Болгарии. Да, болгарский крем. А этот, не знаю что. В общем, будем пробовать. Обычная умывалка. Тоже на основе розы. Это у нас что она делает? Роза, роза, роза. Для очищения, увлажнения. Видно бланя. Тра-та-та. Внимая подразднение. Короче, круто. Вот так что будем пробовать. Всё. Теперь я жду Киру. Потому что Киря завтра в школу. Та-та-там. Та-та-там. Начинается школьная неделя. И надеюсь, она будет хорошая. Надеюсь, никаких не будет проблем. Вот так вот. Да. Потому что у нас, как всегда, как всегда, тополя, берёзки. И так. И такое прочее. Я так понимаю, снег. Тебе очень понравилось, да? Было вкусно. Но было только одно. Но завтра ещё тебе тогда куплю. Раз тебе так понравилось. Много нельзя. А то от много будет пузо толстое. И все от меня что-то хотят. Все от меня что-то хотят. Я вас всех накормила. Я сама есть хочу. Но я Киру жду, не дождусь, когда она уже домой придёт. Кстати, ребята, кушон реально клёвый. Мне очень понравился. Я не знаю, конечно, как по цвету. Может быть, мне не сильно подходит. Но вроде бы он подстраивается под тон кожи. И Кире подойдёт. Вроде бы неплохо. Так что рекомендую. Да. Такие-то дела. Хочу чая, хочу кушать, хочу Киру дождаться. А у нас уже 19.15. Но она сказала, что в 8 часов она будет. Надо сейчас ей позвонить, узнать, что она будет кушать. Готовить ей котлеты или будет она борщ? Вот это вот вопрос. Потому что если будут котлеты, их надо сейчас поставить. Если будет борщ, то котлеты ставить не надо. Сейчас наберём. Слушайте, как урчит. Слышите? Просит ещё. Но у меня ещё нету. Котя, а ты что будешь кушать? Борщ или картошку с котлетами? Давай борщ. А, хорошо. Да, мне всё равно. Всё приготовляешь. Не, ну просто смотри, борщ у меня уже готов. Если ты будешь котлетку, то я её сейчас поставлю. Что ты будешь? А, ну тогда пусть будет уже борщ. Не морожьте голову. Хорошо, люблю. Давай. Давай. Не буду морочить себе голову. Самый замечательный у меня ребёнок. Не морожь себе голову. Как же я её за это обожаю. Ничего себе. Ты даже раньше пришла, чем обещала. Да, я знаю. Обалдеть. Ну это, конечно, очень приятно. Потому что я очень сильно голодная. Да, ты пекала. Да? Замёрзла? Ну да, атакойся. Чего ты мне в глаза не смотришь? Я раздеваюсь. Ты же влюбилась? Да. Да? Нет. Жарко. У меня не очень настроение. А, я догадываюсь. Идём я тебе кое-что покажу. Ты уже пришла домой. Теперь я могу тебе показать, чтобы ты выбрала. В комнату заходи. Да. Теперь садись. Не, не сюда, на стул. Бери зеркало. Ну. И выбирай себе, какой тебе больше понравится. Так у меня есть куфон. Ну, они заканчиваются. Ты что, прикалываешься, у меня полный куфон? И вот ещё этот попробуй. Это да, это от него. Я только что пробовала, мне очень понравилось. Ты одну сторону одним, а вторую сторону другим. И потом чуть-чуть походи. Нет, нажать на кнопочку надо, а там достать просто. Да. Вот так. Чё там за кипиш, Шанти? Ну, вот этот, наверное, он перекрывал. Какой? Вот этот. Он перекрывал. Он перекрывал. Ну, сейчас я покажу, посмотрю. Короче, ладно. Потом она будет выбирать, что, зачем и к чему. Пошла я кормить ребёнка, пошла слушать интересные истории. Ну, а вам на сегодня всё, наверное. Всех целую, всех люблю. И всем пока-пока. Сижу я такая, жду, пока мне Кира кровать постелит, понимаете, да? А она тут присела с Терой. У всех вот такое вот, вот такое, вот такое вот, еле глаза открывают. А ты у меня, я не знаю, ну просто отпад, отпад. Ты просто, Тера, отпад. Я тебя так люблю, ты такая гарная, ты такая красивая. Ну, я не могу, я тебя так люблю. А Доби, кто Доби палащит? Маленький мой, скажи, а тебя никто не лащит, да? Да я тебя люблю. Я тебя люблю. Я не знаю, как так получается, что у нас все собаки какие-то единичные экземпляры. Мопсы, у всех мопсов вот такая морда. Ну, просто зайдите в YouTube, там, в Google. Вот такие вот, все мопсы. Просто все. А Тера, ну, я не знала. Ну, она бусинка. Ну, так не зря же мы её выбрали. Доби, щихуахуа. Он должен в ладошку помещаться, а не вот это вот. Зато у него писюн маленький. Писюн. Писюн маленький. У него самый красивый и маленький, потому что у всех такие гигантские, а у него такая бусинка вообще и не мешает. Шанти, идем на Шанти посмотрим. Идем. Шанти. Ну, вы посмотрите на эту. Что ей в жизни надо? Она постоянно трусится. Я не знаю. У неё что-то там, ну, немножечко. Шанти, она вечно боится. Она её купила, я её уже вечно трусящуюся. Так, Кира, подожди, ладно, раз, два, три. Она не похожа на чихуахуа. Она не чихуахуа, она туйтерьер. Ой, на туйтерьер. Она не похожа. Она реально какая-то, ну, я не знаю. Этот интерьер? Это чё, глупо? Не, ну, дело в том, что это чихуашка, у него по мордочке видно, что это чихуашка. У Шанти по морде видно, что это той. А если так, да, то она... Кира, так я тебе говорю, смотри. Травится только в глазах. Если глаза убрать, одинаково. У нас все породы какие-то разные, эксклюзивные. Но у нас вообще самый главный вот этот вот. И посмотри на этого. Это же просто. Я сегодня шла в магазин, когда за спонжиками. Все чёрные коты, я смотрю, такие, не знаю. Так он за мной идёт по парку, мяфчит. Я ему говорю, иди домой. А он мяфчит, идут собаки. Он на этих собак обходит, за мной идёт. Ну, понимаешь, котопёс. Ну, вот эксклюзив. Ну, просто вот самый лучший. Таких больше не найдёшь. Таких больше не найдёшь, да. Все коты, конечно, ну, как все коты красивые. Мне так омой нравится, это честно. Я вообще... Я не знаю почему. Вот, ну, серьёзно, так омой мне нравится. Я котов вообще не очень. Ну, как, я люблю всех животных, но заводить себе никогда не хотела. Снег у нас появился совершенно случайно. Его нашли собаки, его вырастили собаки, и он стал собакой. Просто в виде кота. Мячики носит? Носит. Собаками гуляет? Гуляет. На улицу ходит? Ходит. Чужих не пускает? Не пускает. Ну, я тебе говорю, ну, реально, кот-то пёс или пёса-кот. Всё там замечательно. И у нас все эксклюзивные. Да, таких нет ни у кого, только у нас. Да, Доби? Так, блин, ну, вот посмотрите на всех чёрных котов. Даже есть один кот чёрный, который вот там, где коричнево, там есть чёрный кот и с ошейником. Я сначала в темноте подумала, что это снег, так как ошейник, тут тоже что-то беленькое. Такая кс-кс, поворачивается, и я смотрю вообще. Такие маленькие, просто, как полснега. Так у нас снег даже не откликается на кис-кис. Так он откликается только на снег. Да, он откликается только на снег. Чёрного кота где-то вдалеке. Я. Снег! Я откликнулся. Он, смотри, на тебя такой смотрит. Кс-кс-кс. Не, не. Тера. Кс-кс-кс. Ты кис-кис-кис-кис. Дивно. Понятно, они пошли. Вот, говорю кс-кс. Не откликается. О, мой кот. Снег. Потому что снега ты на... Снег, я тебя люблю. Кс-кс-кс. 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 Доктор. Чё? Да, да, да. А именно, смотри. Кс-кс-кс. Снег. Снег. Опа. Сразу такой раз. Да, сразу глаза так. Хопа. Короче, вот так вот. Обзор наших животных закончился. У него даже горда не такая, как у всех. Ну, не кот это. Ну, именно собака какая-то. Кипец. И глаза у него просто... Глаза у него просто огонь. Невероятный. У него глаза просто огонь. Вот знаешь, как мы взяли Теру? Она... Все собаки нормальные, а эта неадекватная. Она придурочная была, когда была маленькая. Да, мы самую придурочную взяли. Просто неадекватная. Просто неадекватная. Ну, смотри. Собаки нормально подходят. Мне говорят, это, на голову лезет. Шанти, я взяла самую последнюю. Ее хотели отдавать на разведение, чтобы она тупо рожала и носила щенков. Ее хотели именно... Она просто по размеру четко подходила для того, чтобы она рожала. Я ее забрала самую последнюю. Уже именно из питомника. Ну, я ее просто, знаешь, как издалека полюбила. Тера самая придурочная из... Из помета была. Можно даже посмотреть видео. На голову лезет. Добби... Добби просто втюрилась в него с первого взгляда. Да, да, да. В тебя втюрилась с первого взгляда. Да, ты прав. А этого... Ну, просто он... Он сам свалился на голову. Так, причем... Ну... Он свалился... Ну, я не знаю. Мне кажется, он оттуда вышел. Нет, он упал. Там же... Именно упал? Да, упал. А кошка не могла его обратно... Забрать. И он сидел мявка. А все остальные котята были там, внутри. Причем на всех котов, типа, как-то агрессируют и пытаются укусить собаки. Ну, все. А этот, ну, я не знаю. Нет, этот абсолютно нормально ко всем собакам относится. Его уже все собаки знают. У нас уже по парку... Он гуляет по парку вместе со мной. И хозяева такие... О, снег! И снег уже со всеми практически там познакомился. Единственное, у нас ходит еще Джек Рассл, такой, с мужчиной. Вечно он ему палку бросает или мячики не играются. Ну, ты должна его знать. Так вот, его... Я уже предупредила. И его собаку предупредила. Если говорю что, то снега, пожалуйста, не есть. Потому что у него собака такая жесткая. И мы уже периодически пытаемся познакомить его собаку с моим котом. Ну, так она уже со всеми знакома. Она? Он, вернее. Он уже со всеми знаком. И вот, понимаете, вот это вот кот, да? Просто кот. Просто. Просто кот. Просто ты трогай. Я тебя не трогаю. Простите, пожалуйста. Только мне ему. Все, Кира, ты должна постелить кровать. А мне можно. Я должна помыть посуду. Ну, потому что он лежит у тебя на руках. Я тебе снег кормить больше не буду. Он кормит и ходит ночь в обнимочку со мной спит. Ну, он с тобой спит, да. Да. То, что есть, то есть. Он спит с тобой. Я кручусь. Ты постоянно руку эту ногу на него закидываешь. Он же разлегся вот так. И как раз и нога, и рука помещается. Закинул и руку, и ногу. Ему жарко становится. Ему уже тяжело. Он входит в ноги мне логи. Он уже хочет, чтобы я его выпустила. Нифига тебя не выпущу. У меня прикол такой. Он залазит сюда, поднимается. Вот тут вот стоит. А тут мое лицо. А я типа вот так вот сплю. И он такой, такой, мое лицо такой смотрит, смотрит, такой. Снюхает такой. Ножем уткнулся, поднимается такой. Живо. Такой. Упрыгивает. Да. Он могу проверять, сплю я или нет. Потому что как-то так, я не знаю. Он проверяет, они проверяют, жива, не жива. Нет, когда я сплю, ну, я точно почувствовала, что у меня на лицо кто-то упадет. Ну, я ж не совсем. А когда я не сплю, он именно чуть ли мне на лицо не валится. Он не сюда постоянно прыгает, в ноги прыгает и начинает беситься. А именно когда я сплю, он, знаешь, ну, как-то... Я, кстати, тоже заметила, когда я сплю, снег аккуратно возле меня ходит. А когда я не сплю, он может на меня залезть. Ты знаешь, вот это вот... Меня переступить. Полный сон полный сон. Да. А когда именно я уже вот с закрытыми глазами, и он так старается, очень аккуратно такой подошел, понюхал. Так, спит. Значит, будем... Вот это, знаешь, состояние полусна, полуреальности. И вот я лежу, и знаешь, я уже и говорить не могу, и ничего. Я просто слышу и чувствую. И он подходит, вот тут загадит, такой воткнулся носом, такой, ага, так, знаешь, вот так, вот сюда, аккуратненько, 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 и вот сюда вот. Вот это его место любимое. На твоей кровати. Обзор закончен. Стереть кровать. Всем пока.